Читать книги необходимо. Кто читает книги, тот владеет миром. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И сегодня мой видеодневничок состоит из того, что мы все любим, из распаковки. И это распаковка очередных четырех книг, пришедших ко мне с разных концов необъятной России. И давно на моем канале не было книжного дня. И сегодня, сегодня этот книжный день настал. Итак, мы приступаем к распаковке. Самая толстая книга прилетела ко мне из города Магнитогорска, Челябинской области. Я, конечно, знаю, что находится в этом пакете, но вы должны увидеть это своими глазами. Кстати, кстати, наверняка вы все в школе учили стихи Николая Алексеевича Некрасова. «Мороз красный нос», «Кому на Руси жить хорошо». Правильно, вы совершенно верно догадались, здесь книга великого русского поэта Некрасова. Распаковываю эту самую книжицу. Новая локация, в которой я сейчас нахожусь, это место времяпрепровождения алкоголиков в леске, неподалеку от соседнего поселка, поселка Дальнего. Я случайно совершенно наткнулся на эту самую локацию. Итак, книга Николая Алексеевича Некрасова «Три страны света». Она вышла в 56-м году прошлого века в Сталинграде. Был когда-то такой город, который имеет историческое название Царицын, но сейчас он почему-то называется Волгоградом. То есть советские боятся до сих пор вернуть ему исконное название. Правильно, что имя Сталина вычеркнуто с карты. Но правильным было бы назвать город Царицын. Но дело не в том. Николай Алексеевич Некрасов «Три страны света». Чем примечательна эта книга? Эта книга примечательна тем, что в одной из своих частей она рассказывает о Камчатке. Вы ведь не знали до сих пор, что Некрасов писал о Камчатке. Теперь вы это знаете. И если кто-нибудь из вас умеет читать, если кому-то из вас интересен камчатский быт прошлого времени, прочтите эту книгу. Она, кстати, была опубликована в 8-9 томе Академического собрания сочинений Некрасова. Но мне захотелось иметь именно это Сталинградское издание. Красиво, эстетично. Может быть, кому-то это скучно. Поэтому сейчас я немножко разбавлю свой видеодневничок. Разбавлю его съемками слетающего фотоаппарата. И покажу вам, как выглядит Петропавловск на Камчатке в районе 6-го километра Елизовского шоссе. Смотрите, вот. Петропавловск на Камчатке 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Полюбовавшись шестым километром Елизовского шоссе, мы плавно возвращаемся к нашим распаковкам. Этот небольшой пакет прилетел ко мне из Москвы. Поглядим, что в нем спрятано. Оставлять упаковки от книг естественно в лесу я не стану. Я заберу их с собой, потому как никогда не нужно мусорить на природе. Любите и уважайте и берегите природу, мать вашу. А я пока открываю следующее издание. Это точно. В одном из своих видеодневничков, в одной из книжных распаковок я уже показывал Климовскую книгу «Протоколы красных мудрецов», которую ни в коем случае нельзя читать. Вам запрещено ее читать. Климов экстремист. Его работы находятся в федеральном списке экстремистских материалов. Поэтому эту книгу, эту небольшую книгу, я тоже вам ни в коем случае не рекомендую. Эта книга называется «Дело номер 69. О психвойне, дурдомах, третьей евмиграции и нечистых силах». Ни в коем случае никогда не читайте эту антисемитскую, расистскую, националистскую, нетолерантную, неполиткошерную, немультикультурную книжицу. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. И плавно переходим к еще одному тонкому бумажному пакету. Посмотрим, что же находится в нем. Да. Эта книга, это стихотворение куртуазного маньериста Вадима Степанцова. Книга называется «Рокером быть в России». Выпущена она в свет издательством стихи в серии «Срез». Обратите внимание на книгу. Она срезана наискость. Обычно мы привыкли видеть прямоугольные книги. Что такое прямой угол? Это 90 градусов. А вода кипит при 100 градусах. Очень трудно, конечно, совместить все это. Здесь же нельзя сказать, что книга Степанцова имеет сверху прямой угол, но мозги от нее обязательно закипят. Я был влюблен и юн, я горько плакал, сидел на пне, стонал, любовь беда. Но детский выкрик «Мама!» я покакал от горьких дум, отвлек меня тогда. Войдя в мое растерзанное сердце, мне обезболил раны этот крик. Потешный голый пупс, мотавший перцем, как эскулап, был дивен и велик. Эту книгу мне прислали в подарок из самого издательства «Стихи» главный редактор этого издательства. Главного редактора зовут Аллой Поспеловой. А ее супруга, тоже поэта и тоже сотрудника этого издательства, зовут Арсением Ли. И эта замечательная пара, которая давно специализируется на издании книг стихотворного содержания, прислала мне вот эту вот замечательную, действительно замечательную книжицу. Степанцова я читаю очень давно. Читаю еще с тех пор, когда куртуазные маньеристы только что прогремели на русском литературном небосклоне. Вот она, Вадим Степанцов, рокером быть в России. Кстати, ссылки на каналы издательства «Стихи» и на канал Вадима Степанцова в ютубе будут внизу под роликом в описании. И приступим к последней книге. Нет, а давайте не приступим, давайте сделаем паузу и опять посмотрим на Петропавловск сверху. Но на этот раз мы посмотрим на склоны Мишенной горы, снятые, правильно, снятые из бывшего Акограда, с улицы Ключевской. Именно оттуда я подымал в воздух одноглазого летающего монстра. Итак, смотрите, склоны Мишенной горы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 О человеке с железным оленем, на велосипеде, проехавшем по границам тогдашнего Советского Союза. На сегодня все. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится, и глядеть на Петропавловск, и узнавать, какие новые книги появляются в моей скромной библиотеке. А ежели вы безграмотны и не любите чтение, ставьте дизлайк. Пожалуйста, пишите под роликом комментарии. Мне всегда важно и интересно знать, что вы думаете, глядячи мой видеодневничок. Итак, ежели же вы на моем канале впервые, то сейчас в правом нижнем углу кадра появится подсказка, выполнив которую вы не будете пропускать новые ролики канала. Вот эта подсказка. Делайте, что она вам велит. Итак, кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Молодцы, замечательно. Ставлю лайк вам. На этом до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!